Всем привет! Вы на канале Мастер своего дела. Предлагаю сегодня запечь тыкву в духовке. Тыква получается очень сладкой и вкусной. А главное, аромат бесподобный. Расскажу вам, как запекаю тыкву я. Оставайтесь со мной, будет интересно. Запекаем тыкву сегодня двумя способами. Для первого способа нам потребуется тыква. 1 кг тыквы. Очищаем тыкву. Семена удаляем, чтобы кусочки были чистенькими. Лимон. 1 крупный лимон. Нарезаем произвольно. Корица. Пол чайной ложки корицы. Мед. 2 столовые ложки. И также нам потребуется сливочное масло. Я здесь взяла сливочное масло на 2 рецепта сразу. Здесь у меня 100 г масла. Для второго рецепта потребуется тыква. Также 1 кг тыквы. 2 столовые ложки сахара. 2 небольшие груши. 10 г ванилина. Изюм. Изюм я сразу распариваю кипятком. Здесь у меня 2 столовые ложки изюма. И, как я уже говорила, сливочное масло. Все продукты подготовлены. И мы можем приступать к процессу готовки тыквы двумя разными способами. Первым делом в чашу блендера отправляем лимон вместе с семенами, со шкуркой. Вот так, как он есть. Просто мы его порезали кусочками. И превращаем все это в пюре. Смотрите, вот что у нас получилось. Эту лимонную кашицу я перекладываю в чашу с медом. Хорошенько перемешиваем. Вот что у нас получилось в результате. Берем емкость, в которой будем запекать тыкву. Немного растопленным сливочным маслом смазываем дно емкости. Смазали дно. Выкладываем кусочки тыквы. Тыкву выложили. Снова смазываем сливочным маслом. Так аккуратно всю тыкву промазываем маслом. После того, как тыкву мы смазали маслом, нашей аппетитной заливочкой заливаем все кусочки. Запах лимончика и меда просто изумительный. Вот так мы все промазали. Сверху посыпаем корицей. Тыква в лимонной заливочке с медом у нас подготовлена. Отставляем ненадолго в сторону. И займемся вторым способом приготовления тыквы. В пустую чашу блендера я отправляю кусочки груши. И снова превращаю в пюре. Вот что получилось. Переливаю пюре в пустую чашку. В грушевое пюре добавляю сахар. Хорошо перемешиваю. Вот что получилось. Снова беру пустую миску. Я готовлю в стеклянной посуде. Смазываю дно и стенки чаши сливочным маслом. И отправляю сюда кусочки тыквы. Тыква в этом рецепте у меня не очищена. Вот так аккуратно выкладываем кусочки тыквы. Кусочки тыквы смазываем сливочным маслом. Щедро смазываем маслом. Вот так хорошо смазала маслом тыкву. И сейчас заливаю все нашей грушовой смесью. Поливаю тыкву. Стараемся полить на каждый кусочек тыквы. После этого отправляем сюда пропаренный изюм. Вот так посыпаем. И сверху все это посыпаем ванилькой. Щедро посыпаем ванилькой. Вот и все. Тыква вторым способом тоже подготовлена. И нам остается наши оба варианта отправить в духовку. Которую я уже прогрела до 180 градусов. Тыкву мы будем готовить 30 минут. Смотрите, что у нас получилось. Как аппетитно выглядит тыква. Это у нас тыква запеченная с лимоном и медом. А вот эта тыковка запеченная с грушей и изюмом. Посмотрите, как аппетитно выглядит. Сейчас будем пробовать. Тыква пропеченная. Смотрите, это у нас тыква с грушей и изюмом. А это вот тыковка. Сейчас я ее разрежу. С лимоном тыква и медом. Посмотрите, оба варианты полностью пропеченная тыква. Тыква, которая с изюмом и грушей, очень сладкая. Такой насыщенный терпкий вкус. Сейчас попробую тыкву с лимоном и медом. Просто фантастика. Чувствуется мед, лимон. Замечательно. Даже не знаю, какой из вариантов лучше. Оба прекрасны. Вкус замечательный. Попробуйте. Советую попробовать сразу два варианта. Думаю, что выбирать вы не станете. Скушайте оба. Действительно, очень вкусно. Дорогие друзья, я вам рассказала два способа, как приготовить тыкву в духовке. Получилось очень вкусно. Попробуйте. Возможно, вам тоже понравится. Спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на наш канал Мастер своего дела. Ставьте лайк. Оставляйте свои комментарии. Всем пока. До новых встреч.